здравствуйте друзья рада вас приветствовать на своем канале зайца Валентина сегодня я решила написать небольшую работу вот такую миниатюру формат 12 на 20 цветочки антимы глазки в ограниченной палитре я нашла референс такой интересный по-моему это фотография такая художественная фотография ну не знаю может и акварель ну вроде фотография поэтому буду писать по ней и вот такими красками вы знаете такого художника Цорна он работал очень часто в ограниченной палитре буквально 45 цветов и у него было на палитре и благодаря вот таким цветам он создавал просто вообще какие-то шедевры на холстах вот что так я сегодня вдохновилась и решила попробовать обычно же у меня миллион красок да на палитре а сегодня вот я взяла немного марс черный теплый черненький дальше ну понятно белила китановые чуть-чуть я выдавлю ультрамарина возможно у меня даже не понадобится для тепло-холодности все-таки вроде бы кама такая теплая немножко синенького я все равно выдавлю на палитру вот там сиреневенькие лепесточки будут у меня кубальт фиолетовый светлый ладога чуть-чуть краплака выдавлю краплак красный темный сколько ты получать 1 2 3 4 5 и кадмий лимонный желтенький для стебелечков вот хотелось еще выдавить зеленого ну в принципе можно обойтись и вот только желтым смешивая его с черным и синим давайте я все-таки выдавлю чуть-чуть воспользуюсь нет не знаю вот все все цвета на сегодня работать буду кистью на льняном масле льняном очищенном светленьком масле намечу композицию что посередине такая фич как оппозиция вазочка круглая главный цветок этот вот центральный сзади него еще лепесточки и тут еще какая-то кучка цветочков такая простейшая композиция кибель очки вот попробую сиди работать сейчас возьму кисточку чуть потолще и пошире и фон сразу положу фон задней чуть-чуть в этот черный добавлю ультрамарин вот такими выдвижениями интересно как у меня бликует наверно сильно чуть-чуть все равно будет бликовать из-за того что лампа горит но без нее будет тяно наверно потому что не звать ее выключим немножко чего теперь попробуем черненький наш такой фон немного можно с ним поиграть не делать вода чисто черным добавить например чуть-чуть белью еще синего в каком-нибудь из углов выбелить краплак желтым замешаю положу вот этот передний план стол вот такая амитация стола еще немного белью туда добавлю и положу столешницу цвет столешницы он светлее то свет на него падает он посветлее на так привычно писать 5 шестью красками мы ищем легких путей до придумаем для себя новые задачи опять вернусь к черному положу там вот эта ваза она на просвет практически вся черная и немножко бликов окей писточку вытру положу такую вот и не фиолетовую пили сейчас как бы так набираю цвет а потом немножко будут прописывать уже золотый быстро закончился добавлю его рыба туда желтый или синим смешаем получим зеленый там еще знаем из школы тут таких акцентов хочется уже положить кисточку возьму посвежее белила желтый примараю вот этот вот светящийся блячок все в черное так ну давайте теперь приступим непосредственно к цветочкам а быстро миниатюра будет на 15-20 минут зеленые все после предыдущей работы вытру не хватает постоянно времени не хватает чтобы помыть кисти почистить палитру то есть написала работу все уже бежать надо там варить или в садик ехать или в больницу еще куда-нибудь магазин на почту очень много сейчас работы за компьютером то есть нужно выложить на всевозможные площадки свои работы зеленая кисточка это хорошего и пойти помыть надо так фиолетовый чуть желтого таким движением первые лазочки положим дальше увидим что-то там потемнее у нас взлом добавлю краплах и чуть-чуть ультрамарин и сразу вытираю кисточку дальше фиолетовый немного белью и к серединке тут уже что-то посветлее листочек окоемка у него смотрите почти почти такая беленькая движениями таким там еще один листочек он такой темно-темно фиолетовый для белого конечно для белых лепесточков нужно взять кисточку уже опять чистую и нужного размера вот вы мне спрашиваете какого размера у вас кисти у меня всех размеров практически всех есть это мне их не хватает то есть некоторых размеров нужно прям подверх новую наверно придется открывать кисточку новенькие кисточки рублев екатеринбурга сейчас 14 номер их жалко конечно марать что делать работать надо так берем белый примарываем вот таким оранжевый который нас получился красный смешали с желтым побольше хочется вмешать прям чтобы на кисточке было много краски положим вот такие пусточки тут где-то у нас примаралась черными и ушло как будто бы в тень здесь у нас рефлекс он хоть и белый но немножко рефлексует от сиреневого поэтому не чисто белым уже получается слегка таким розоватым отложим белую кисть чтобы не мрать возьмем обратно уже замаранную в сиреневом и сейчас ультрамарин вот с фиолетовым с фиолетовым намешаем чуть-чуть краплав добавим к темно-темно-синий получился цвет какой-то темно-темно-фиолетовый и мы положим вот эти вот серединки маленькой кисточкой помните да мы не прописываем это у нас этюд это у нас миниатюра у нас на нее всего 15 минут 20 максимум так серединка у нас желтая кисточка потоньше тоже кладем так ее небрежно эту серединку и чуть-чуть там бело-зеленого такая вот штучка вообще по-хорошему строения бы посмотреть этих цветов перед тем как начать писать если вы пишете впервые но я много раз их писала тяните на глазки поэтому плюс-минус я знаю как они построены вот вернусь к фону немножко хочется мне тут подчеркнуть вот этот белый цветок вернулась вот к столешнице да необычным для меня писать таким количеством краски хочется кисть макнуть в нужный цвет его нет под рукой ну ладно ну тут уже все пошла импровизация сейчас вот сюда еще цветочек положу сюда не буду не знаю можно тут и не прописывать еще один то есть ставить раз-два и вот третий будет где-то почти полусухой кисточкой делаем градиент переход цвета от одного к другому вот 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 так давайте вот эти цветочки мы совсем так накидаем схематично постоянно видите кисть вытираю чтобы грязь не навести если вы кисть будет не будете вытирать будете жалеть краску и замешивать тем замесом который у вас уже есть на кисти просто получится не будет контрастности четкости ясности будет как бы друг другом все смешиваться и не будет того результата который вы себе в голове представляете так ставим всем семантично не дает покой мне эта столешница вот и там серединка еще виднеется вот этого цветочка но она не совсем желтая она уже как-то больше с оранжевым поэтому желтый смешаем с красным и так вот поставим так нам значит остался стебелек тень можно посильнее положить хочется что-нибудь так прям яркого сюда вот на передний план давайте желтый краплаком красный и туда он на нет уходит да кстати я не сказала про картоночку на которой я сегодня пишу это тот картон про который я рассказывала в предыдущем видео переплетный картон обклеенный двуниткой обклеенный двуниткой и прогрунтованный в два слоя то есть вот такая у меня заготовка сзади я потом еще когда картина высохнет пройдусь лаком или клеем чтобы ничего уже наверняка картону не случилось чтобы его не повело что все будет нормально давайте стебелечек добавим в вазочку желтый тут остатки у меня ультрамарина и хладно возьму этого зеленого чуть-чуть белил добавлю и вот сюда этот стеблек вот сюда и вот сюда вот он уходит так и обязательно нужно тень у этого стебляка вот туда вот вот так вот и вот вот Тоже какие-то небольшие нюансы на ваше усмотрение можете дописать. Блики. Собственно все наши чуд готов. Не забудьте поставить подпись год. Ставлю их тоненькой кисточкой нулевкой с алиэкспресс. И отправим на сушку. Два. Два. Такая работа у нас получилась. Желая милая? А, да, что я ее сделал? Что я ее сделал? Простите за мой уральский. Как там говорят, можно вывести девушку с Урала, но урала с девушки нельзя, да? Сейчас руки вытру быстро. Помните, да, как мы вытираем руки, чтобы не бегать в туалет, там их долго не мыть? Выдавливаю просто крем, как следует все вот так вот перемешиваю, да? Втираю крем и потом просто бумагой вытираю остатки крема и краски. Так, главное, чтобы на работу не попало. Все, и руки практически чистые. Не надо бегать мыть их с мылом, с средством, с разбавителем, не дай бог. Все. Они чистенькие. Работать, как бы, чисто я красками не очень умею. Вот, что я, почему я ее написала, такого размера, также я показывала рамку в предыдущем видео, которую я сама отлила из гипса, вот под ее размер, вот эта работа. Вот такая симпатичная рамка получилась, я с ней еще поэкспериментирую, может быть, я ее покрашу в какой-нибудь темный цвет или, наоборот, в более белый или в бежевый. Ну, в общем, посмотрю и будет уже вот готовый продукт, так сказать. Сейчас, друзья, спасибо за внимание, до встречи в следующем видео, пока-пока.